Молодежные активисты в рамках акции «Играй город» превратили бульвар Кудовича в игровую зону. Футбол в гигантских кедах – игра не для слабаков, а рядом любой желающий мог присоединиться к играющим в твистер, корхол или фрисби. Для самых маленьких и не только художественная мастерская. Почему бы не разрисовать себе на память морской камешек? Для желающих проверить свою ловкость – эластичный канат. Нас больше всего захватила, наверное, вот эта лента, по которой нужно идти, равновесие выдерживать, очень понравилось. Цель есть, и нужно ее достичь, дойти до конца. Вот такая целеустремленная в Анапе молодежь. И про собственную историю не забывают. На выставке «Эхо далекой войны» представлены экспонаты, найденные в поисковых экспедициях на Анапской земле. Фотографии самых ярких летних мероприятий можно было увидеть на фотостенде. Но самые яркие впечатления у гостей вызвали импровизированные бои рыцарей и соревнования на огромных лыжах. Море эмоций и позитива, чего и стремились добиться организаторы. Чтобы они расслабились, получили удовольствие, отдохнули не только душой, но и телом. Потому что здесь у нас различные площадки, мероприятия для практически любого досуга. То есть кто-то может побегать, кто-то попрыгать, кто-то пофотографироваться, кто-то просто посмотреть. Внимательное отношение к горожанам и гостям курорта, конечно, чувствуется. Тут люди душевно очень, все помогут, дружелюбные. Вдоволь наигравшись, можно было окунуться в атмосферу творчества и рукоделия на аллее мастеров. Сложно представить, как все эти волшебные вещи изготовлены руками человека. Поделки из металла, бисера, кожи, атласных лент и самого популярного анапского сувенира ракушек представили мастера со всего Краснодарского края. Мария Александрова привезла на ярмарку больше сотни украшений для модниц. Украшений необычных, из лент. Это искусство больше, оно очень древнее. Это называется тумами-канзаши и берет свои истоки в Японии. Вот на основе лепестков именно, которые придумали там, теперь в России оно очень распространено, это рукоделие. Всю эту красоту можно было приобрести и порадовать себя, родных и близких, что с удовольствием и делали многочисленные гости праздника. Продолжение следует...